на ваш взгляд и по вашим данным это действительно первая гибель женщины которую завербовали на войну против украины это первая гибель такая достаточно хорошо подтвержденная мы очень много знаем об этой женщине но мы видели кадры это были фотографии еще год назад погибших женщин то есть их гибель не подтверждена это были только фотографии погибших женщин заключенных но и вообще на сегодняшний день на войну было завербовано порядка тысячи женщин именно заключенных именно заключенных и разумеется там потери есть и я хочу сказать что в основном в основном они конечно штурмовички я очень много слышала и есть подтверждение того что вербуют женщин как снайперов как санитаров инструкторов но их используют в основном как штурмовичек что известно насчет смерти елены пимоненковой было 37 при этом точная причина смерти вызывает сомнения у родственников но в том числе в связи с тем телефонным разговором о котором я только что рассказывала до сидела пимоненкова в ленинградской области в колонии если не ошибаюсь ульяновка в этих колониях вербовка произошла собственно в сентябре прошлого года такая первая большая вербовка записалась из нескольких колоний порядка 30 человек чуть больше но собственно вот что любопытно в сентябре же было отменено помилование а женщины шли на войну в основном из-за помилования и отправка женщин затянулась больше чем на полгода в итоге их отправили только в мае уже некоторые женщины успели освободиться кто-то передумал а кто-то в общем записался впервые и вот в мае их забрали из ленинградской области отправили на фронт в составе еще в по крайней мере из колонии где была звербована елена с ней был еще 11 12 женщин продолжается ли сейчас вербовка женщин в российских колониях что об этом известно известно что вербовка этим летом была приостановлена но она уже несколько раз приостанавливалась вообще впервые о женщинах заключенных на войне мы узнали в конце 22 года в декабре 22 года тогда как раз генштаб псу сообщил о том что 50 женщин заключенных с оккупированных территорий из колонии го в горловке были отправлены на фронт на войну и мы отследили да действительно этот этап прибыл прибыл на фронт это были штурмовички я не думаю что много осталось живых с декабря 22 года ну и дальше были сообщения с юга россии из тавропольского края были отправлены женщины год назад из восьмой колонии в липецке порядка 35 человек и да и еще из мордовии из ленинградской области из вадовской области из владимирской и мы знаем очень много заявлений женщин подаются подается и в столице в том числе подают том числе и чиновницы например арестованы за коррупцию подают заявление и бывшие судьи и бывшие следователи мы об этом знаем из сезона номер 6 города москвы печатники отправили их на фронт или нет неизвестно но в колонии мы их не ведь мы с вами неоднократно говорили о вербовке мужчина на войну против украины и вы говорили в том числе о мотивациях которые сопутствуют таким решением одна из них это просто вырваться из страшной колонии страшной тюремной системы случае женщин это такая же мотивация меня удивляет это случае елены пимоненковой который сидеть оставалось всего год это в общем-то достаточно небольшой срок как это могло повлиять на то что она все-таки решилась поехать на войну знаете мотивация у женщин заключенных всего тысячи вот плюс минус если мужчин заключенных завербованы уже давным-давно гораздо больше двухсот тысяч то то женщины все таки вот там ну капли в море хотя тысячи женщин да это все таки это война это уже статистика да конечно уже еще совершенно другая мотивация в отличие от мужских зон в женских зонах гораздо больше запретов там нет то что называется понятий да и связи с этим там нет никакой альтернативной связи со свободой и никаких альтернативных точек информации женщины в российских колониях очень сильно распропагандирована и фильмы которыми в общем эти принято мы смеемся какой-нибудь пагодистский фильм мединского зоя про зои господемьянскую невозможно смотреть да и вот буду да и крюку она них действует это не для нас снимала снималась для них они очень многие если хотят отдать жизнь за родину хотят жизнь отдать за путина вот хотят они они твердо верят про нацистов в украине женщина очень сильно подвергнуты пробыванию мозгов и там это происходит просто надо сказать очень серьезно